Василий Ломаченко готовится к следующему поединку и многие уже ожидали, что там будет какое-то более громкое имя серьезное. Но на сей раз он боксирует с тайцем, фамилия которого мало кому что-то скажет, мало о нем слышали. Но это первый номер рейтинга, боец у которого 50 боев за плечами все-таки. Один раз он только проигрывал, и то сильному достаточно боксеру Крису Джону, чемпиону мира. Так что бой, я думаю, для Васи не будет простой, с учетом того, что он проходит в Макао. Но думаю, что бой хороший для того, чтобы как бы утвердиться Васе в статусе чемпиона мира, защитить свой пояс. Ну а потом уже, в принципе, я думаю, можно рассчитывать и на какие-то более серьезные шаги. С учетом того, что уже Нанита Данейр, такое наиболее громкое имя, звездное в этом дивизионе, дважды уже вызывает сам Василия на бой. Это о чем-то говорит. Так что я думаю, что у Топрэнк, у компании Топрэнк и у Боба Арума есть планы на этот счет. И если все сложится, все будет хорошо, мы уже в следующем году можем увидеть такой мегафайт настоящий, после которого, в общем-то, имя Василия Ломаченко будет звучать намного громче. И о нем действительно узнают и заговорят в Америке. Несмотря на то, что и опыта побольше вроде как на профессиональном ринге и у Периопини, но мы уже знаем, что такое опыт, когда боксирует Василий Ломаченко в ринге. Вот. Я не думаю, что для него это будет проблема. Вот. Но бой, думаю, все-таки может быть не простым. Вот. А так, я думаю, что все специалисты будут давать, в общем-то, ставить на Василия Ломаченко в этом поединке.